Мы хотим сейчас, чтобы оставили все так, как есть. Очередники, которые ждут долгожданные квадратные метры, пришли в Акимат. Их требование не отменять итоги конкурса, по которому шимкенцы должны получить жилье. Жанель Жумалинова рассказывает, что в жилищном скандале крайними остались простые очередники. А началось все с того, что в списки попали чиновники. В личный кабинет должны были прийти нам смс-уведомления о том, что уже ваше направление в банк. То есть МИО должны были дать нам направление в банк, где уже указаны были этаж, комнатность, квадраты. И чтобы мы уже пошли на основании правоустановочных документов, оформили себе ипотеку. И в итоге, за то время, пока в соцсетях разразился скандал, Теперь, получается, министр издает приказ о том, что вот это кредитное жилье изначально было построено в Акимате у нас в Шимкенте неправильно. И, пожалуйста, теперь все эти дома, 15 домов, передавайте в порядке очередности. В Шимкенте стоит более 48 тысяч граждан в очереди. Точка не поставлена, объясняет заместитель главы Шимкента. Напротив, разбирательства только начались. И кто знает, как далеко они зайдут. Ведь конкурс, по словам Ергали Белезбекова, провели без согласования. Начальник управления отстранен от занимаемой должности. На него будет возбуждено уголовное дело. За то, что он неправильно повел себя и взял добровольно себя эти обязательства. Он не согласовал с министерством, не согласовался с Акиматом. Жители резонно задаются вопросом, как соответствующие органы могли объявить конкурс и не вести контроль. Это предстоит выяснить независимой комиссии. Вообще, эта программа 7-20-25, правильно если понять, она была рассчитана на тех людей, на граждан Казахстана, которые не имеют жилье, и естественно, которые могут платить. И программа была рассчитана для развития строительной отрасли вообще. Это должно было сравнять рынок, который частного застрой, и который мы и строим. Вы же должны понимать. Естественно, в свое время, когда программа начиналась, жилья на рынке не было. А для того, чтобы выполнять эту программу, нам было соглашение с МИР, от которым мы давали это жилье по этой программе. В прошлом году оно закончилось, это решение. Оно было аннулировано. В связи с этим аннулированием, наше управление должно было принять решение о приостановлении. Они провели конкурс. Вот есть нарушения в этом заключается. Процедурные нарушения. И за это отстранили руководителя? Отстранили. Более того, мы сейчас будем возбуждать уголовное дело, потому что это самовольно принятое решение, которое не согласовано ни Министерством, ни с Акиматом тем более. Решение о чем? Решение о принятии, о проведении конкурса по 7-20-20. А этот конкурс вообще не должен был проводиться? Не должен был проводиться. Это только среди СУС. Мы не знаем, мы когда узнали, я сказал, в чем дело, почему проводите, вот срочно направляйте письмо. Письмо было направлено, ответ пришел 24 числа. Чиновники, которые попали в скандальный список на получение кредитного жилья, заявки отозвали. Решение по выдаче квартир по госпрограмме вынесет спецкомиссия. Шутин Саидов, Сакен Сапарбеков, Абзал Турабеков. Информационная служба телекомпании ОТРАР. Шутин Саидов, Саидов, Абзал Турабеков. Шутин Саидов, Саидов, Абзал Турабеков.